Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 23 марта. Вот я вынесла свою рассаду, и хотя некоторые еще даже не приступали к посевам, кто не выращивает в теплицах, а только в открытом грунте. И вот я еще повторюсь, что многие даже еще не сеяли, но я сейчас буду говорить уже о закаливании, потому что у многих рассада есть. Я вот свои, хотя ранние еще совсем не сеяла, не ранние, не скороспелые, но у меня вот эта вот уже семейка большая разрастается. И про закаливание говорить самое время, потому что некоторые начинающие неправильно понимают само понятие закаливания. Они думают, что закаливание это только как от понижения температуры. Я сейчас расскажу все-все подробно. В прошлом году уже рассказывала, ничего нового я добавить от себя не могу. Все это прописные истины, но прописные истины известны не всем. Закаливание рассады это очень важная процедура в деле выращивания томатов. Чтобы она прошла без ущерба для здоровья растений, необходимо соблюдать некоторые правила. Правила все-таки есть. Чаще всего закаливание проводится в несколько этапов. Кто-то сначала закаливает сеянцы, вынося их из помещения на балкон или лоджию, а потом закаливает еще раз уже на улице перед высадкой в грунт. Вот у меня, смотрите, как происходит закаливание. Сначала я держу на стеллажах под лампой, потом начинаю выносить сюда на солнце. Закаливание на солнце это у меня первый этап. Потом начну, когда будет на улице теплее, выносить на улицу из теплицы из этой. И вот закаливание к свежему воздуху, к прохладному, к такому, к ветерку, к похолоданиям, там все-таки не теплица, это уже второй этап. Некоторые начинают закаливание непосредственно перед высадкой на постоянное место, минуя вот этот этап промежуточного закаливания вне помещения. Но я начинаю закаливать очень рано. Вот выношу из комнаты в теплицу, потом из теплицы на улицу, хотя это лишние хлопоты, но в результате этого рассада получается здоровая, именно закаленная. У нее многократное закаливание. Но как бы мы не закаливали рассаду, необходимо знать, что закаливание должно быть постепенным. Это самое главное, что вы должны знать и что вы должны соблюдать. Нельзя резко менять привычные для растений условия выносить рассаду сразу на целый день. В результате такого закаливания почти всегда растения получают солнечные ожоги в виде желтых пятен на листьях или просто при рядах, ну как вялые листья вянут, вянут. Вот мне сейчас уже приходит много вопросов, почему выставляю на солнце и перец, и томаты он вянет. Ну потому что обычно вот по правилам говорят, что надо выносить сначала на полчаса, потом на час, потом на два часа. Конечно, это не каждый может соблюдать и получается, что выставляя резко на солнце, мы вот получаем такое у нас неприятное, что вянут листья, а заносим домой, они опять. Они привыкают очень постепенно. И вот первое правило, и самое главное, еще раз повторю, закаливать постепенно. Если вы решили закаливать растения на балконе или лоджии, потому что я понимаю, что вот такая придомовая теплица не у всех же есть, то первые 3-4 дня лучше выносить рассаду на короткое время, от 2 до 4 часов, постепенно увеличивая продолжительность солнечных ванн. Обычно за 3 дня, за неделю, рассада полностью адаптируется к новым условиям, и в дальнейшем ее можно будет уставлять на целый день. Но вот у меня, вот смотрите, вот эта южная сторона, вы видите, какое яркое палящее солнце. У меня даже после двух недель, я ее выставляю вот уже в течение двух недель, и то в зените, когда солнце стоит, в 12-2 часа вялость листьев, хотя грунт влажный, но не выносит такого яркого солнца томат, он даже в открытом грунте летом вянут листья. Но это ничего, вы потом занесете домой, все это придет в норму. И вот второе правило, которое я хочу вам напомнить. Если погода позволяет, можно оставлять на всю ночь, но при температуре ниже 80 градусов нужно ее заносить в помещение. То есть закаливание должно быть постепенно, и закаливание все-таки должно быть умеренное, щадящее. Нельзя ее вынести и оставить вот здесь на ночь. Все, кто спрашивает у меня вот про эту теплицу, я говорю, теплица придомовая, неотапливаемая. У нас ночью минус 14 сейчас, а днем плюс 5, плюс 6. И она нагревается только, когда солнечный день, и выношу только в солнечный день. Вечером обязательно все они назад возвращаются на свои стеллажи. Да, это хлопотно, да, это трудно, но это выбор. Каждый выбирает то, на что он способен, на что хватает времени. Да, своим горбом вот зарабатываю, качество вот этой рассады повышаю, все делаю для них. Но если их не выносить, разница очень большая. И вот про температуру второе правило, не забывайте, 8-10 градусов, все, назад ее домой. И начинать вот, эти правила нужно соблюдать и на улице также. Начинать нужно постепенно давать растениям возможность привыкнуть к новым условиям содержания. Вот к яркому свету, к более низкой, чем дома температуре. И еще, к нестабильной температуре. Дома у нас одна температура, они привыкли к таким комфортным условиям, одна и та же. А тут им то жарко, к вечеру будет холодно. И вот эти перепады температур тоже они должны привыкнуть. И если на улице тепло и солнце яркое, но если вы, как из дома, сразу решите закаливать перед высадкой на улице, то, конечно, нужно притенять. Притеняют и устанавливают такие экранчики или там в полутень ставить. И также на улицу, если прям сразу с дома перед высадкой на улице всего на несколько часов первые дни, потом уже на целый день. И еще одно небольшое правило. Нельзя выносить растения для закаливания с сухим грунтом. Но я про полив уже говорила, что у меня полив, после того, как я начинаю выносить в эту теплицу, полив резко меняется. Если я дома говорила, что полив должен быть умеренный, грунт держу полусухим, тут ни в коем случае нельзя выносить с сухим грунтом. Вы представьте, солнце палящее, жара. Еще если попить нет, вот вы по себе представьте, когда вы идете летом, например, по городу, так хочется пить, а пить нет. Ну, ясно, что им плохо. Они так же мучаются, как мы. И вот это третье правило, и оно тоже немаловажное. Выносить только с мокрым, с влажным грунтом или только что, как я вот вынесла, я сразу побежала поливать. Я сначала даже сама не ем, не пью, я полью сначала вот эти растения. Если с сухим грунтом высадите, рассада и завянет, и пожелтеют листья. Ну, вот еще раз повторю, только влажный грунт. Рассаду, которую вот так вот закаливаю я, очень рано начинаю и солнцем, и пониженными температурами, конечно, она не вытягивается. Во-первых, она не тянется к солнцу, ей здесь солнца достаточно, видите, все они, все-все-все, всем хватает солнца целый день. И, конечно, тут к вечеру немножко попрохладнее, это вот понижение температуры как бы чуть-чуть тормозит, все равно рост рассады. Она будет крепкой, выносливой, и она намного легче потом переносит и высадку в грунт, и адаптацию, она не болеет. Не бойтесь, что томаты приобретут вот в результате такого вашего закаливания, особенно когда на улице немного синевато-фиолетовый цвет стеблей. Но это значит, что испытания холодом прошли успешно, им теперь ничего не страшно. Хотя это и показатель того, что они из-за холода не усваивают фосфор, все это у них нормализуется, как только они попадут в теплый грунт, фиолетовость эта пройдет, фосфор они будут усваивать прекрасно, а закалка останется на всю жизнь. И вот если вы будете соблюдать эти простые правила, к моменту высадки на постоянное место получите крепкие, выносливые растения, но из этого следует, что они дадут вам хороший, богатый урожай. Подытожим, что нужно знать при закаливании. Во-первых, первое правило, закаливать постепенно. Второе, при температуре ниже 10 градусов уже на ночь не оставлять заносить домой. И третье, перед тем, как закаливать, нужно все-таки полить. До свидания, желаю вам всем, чтобы рассада ваша прям свела и пахла, чтобы она колосилась, чтобы она была закаленная, здоровая, дала вам богатый урожай, но потрудиться для этого придется. Без этого никак, без труда не вынешь рыбку из пруда. До свидания, с вами была Ольга Черновласна и лучшими пожеланиями.